Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать и читать тексты из Enterprise Elementary Это страница 23 Дальше нужно будет сочинение писать, но в любом случае, перед тем, как его писать, стоит прочесть диалог, потому что в нём будут полезные слова и фразы О, это был чудесный кофе Так хорошо быть с тобой в Брюсселе, Лиза Я не могу дождаться, чтобы пойти по магазинам Так, ну здесь в принципе ничего такого нет, разве что вот эта фраза очень хорошая It's so nice to be here Дальше она уточняет, где именно, в Брюсселе И дальше там следующее It's so nice, так хорошо, так славно, так приятно И далее, я не могу дождаться, чтобы пойти по магазинам I can't wait to go shopping You come to the right place then Бутики, конфectioners, lace shops, antique shops, enormous department stores You can shop till you drop, my dear А, ну тогда ты приехала в правильное место Бутики, кондитерские, магазины, кружев, магазины антиквариата, огромные универмаги Можешь делать покупки, пока не устанешь, моя дорогая Так, что же у нас здесь, здесь у нас уже больше интересных слов Ты пришла в правильное место, если дословно, then Тогда, слово тогда имеет смысл переводить первым Тогда ты в правильном месте, вот таким вот образом Далее, бутикс, ну бутикс, я думаю, мы все знаем, что это Confectioner, это еще что такое Это кондитерская Иногда ее пишут с апострофами, иногда без этого S Но в любом случае это кондитерская Есть, кстати, еще вариант этого слова, это pastry shop То есть магазин, где выпечка продается Далее, lace shop, это еще что такое Lace shop Магазин Где продаются кружева, тюль, занавески Скатерти Все это кружевное, все это с рюшечками всякими Иногда нижнее белье там же может быть Я напишу магазин, где продают кружева Поскольку речь идет о Брюсселе Для Брюсселе это традиционный товар Далее, antique shops Магазин антиквариата Далее, enormous Огромный Ну и department store, я думаю, мы все знаем, что это универмаги Я не буду это писать You can shop till you drop Вот это бесподобная фраза, она вынесена даже в названии юнита Ну, в общем, если дословно Покупай до тех пор, пока не уронишь все это Ну и короче, покупай досыта У нас нет, по-моему, аналога такой фразы В всяком случае, я его не знаю Покупай досыта Или покупай, пока не устанешь Покупай, хоть залейся Вот так вот, что-то в этом роде Далее That's great Where shall we go fast? Отлично Куда же мы сразу Куда мы в первую очередь пойдем? Well, the Sablon district is full of antique shops You must visit the Wain on Libostrad It got some lovely antiques Ну, сначала это район Сабло Там полно антикварных или сувенирных магазинов Ты должна посетить The Wind Он находится на Libostrad Там есть славные вещицы Антикварные имеются в виду Итак, что я выпишу здесь Ну, во-первых, здесь у нас редкий случай Когда shall появилось в предложении Это говорит о том, что она предлагает Ненавязчиво, так как куда мы в первую очередь пойдем? Далее обратите внимание на слово first Go first Здесь лучше говорить не во-первых А именно в первую очередь То есть первое место, куда мы пойдем Поэтому first в данном случае это в первую очередь Идем дальше Ну, здесь в принципе название Full of Полон чего-то там Полон антикварных магазинов Далее Ну, здесь тоже в принципе все понятно Antiques Антиквариат Предметы антиквариата, скажем так Вещицы какие-то А, Лиза, aren't you coming with me? О, Лиза, а ты что, со мной не идешь, разве? I can't, I'm afraid But I'll meet you at three Outside in Brussels on Runeau It's Brussels' most famous department store And you can buy everything from clothes to jewelry there Боюсь, что я не могу То это усилитель Разве, разве ты не идешь со мной? Если у вас отрицание в вопросе Это для усиления Далее ее ответ Ответ лучше начинать с I'm afraid Переводить Боюсь, что я не могу Потому что если я скажу Я не могу, боюсь Ну, сами понимаете, не очень красиво Поэтому сначала I'm afraid переводим А потом уже I cannot А потом все остальное Так, идем дальше Ну, в общем, дальше все, в принципе, ясно Outside, возле То есть, вне универмага Ну, недалеко от него Далее, Runeau Это улица, скорее всего Так, что у нас здесь еще интересного Most famous, обратите внимание Наивысшая степень сравнения стоит Далее опять department store Универмаг И вы можете все купить От одежды до ювелирных украшений От До О, это звучит интересно А как насчет сувениров? Брюссель ведь известен шоколадом и кружевами, да? Итак, что у нас здесь? Здесь у нас очень хорошая фраза Вот это That sounds exciting Звучит интересно Звучит захватывающе Звучит потрясающе Как хотите, так и говорите Звучит, а можно еще говорить Как выглядит Это тоже будет правильно В английском нет разницы Когда вот в таких выражениях Употребляется sound Звучит интересно Я напишу Далее What about souvenirs? Тоже хороший вопрос Как насчет сувениров? Вот это what about Это как насчет? Можно было бы сказать иначе А сувениры? Вот так вот То есть what about сократится до а Просто-напросто Далее очень интересная штука здесь Brussels is famous for Обратите внимание на структуру И на предлоги Brussels Это Брюссель Ну это такое дело Is famous Это тоже в принципе все ясно А дальше for А дальше чего-то там Неважно чего То есть Брюссель известен чем-то Обратите внимание Что for не переводится Но его обязательно нужно поставить После famous Если у вас речь идет О том Чем именно Что-то там знаменито Знаменит чем-то Здесь вроде бы как Творительный падеж Но тем не менее For стоит Необычно очень Так Ну Chocolate ясно Lace Кружева Иногда к слову lace Относят не только кружева Но еще кружевное и нижнее белье Это тоже будет lace Поэтому не удивляйтесь Речь не обязательно идет О каких-то там скатерках Далее Итак Что я имею здесь Да Леонид Или Леонидос На Боттерштрат Готовит самые вкусные пролине в мире Мы также можем сходить К Рубершект Руберект Сори На Гранд Пласс Там мы найдем Самые лучшие кружева Так Что мы запишем здесь Ну здесь в принципе Все ясно Пролин Обратите внимание Как читается У нас пролине Говорится Здесь пролин Пролин Иногда говорят Пролин В любом случае А должно быть в середине Про Лене Так и будет Без изменений Это конфеты Так Далее Так Ну далее Все в принципе ясно Гранд Плэйс Гранд Пласс Можно говорить Поскольку Родной язык Брюсселя Не английский Так Ну и Кружева В принципе Все ясно Интересная фраза Сама по себе Вот эта Мы там найдем Самые лучшие кружева Найдем Это в смысле Увидим Купим Как хотите Понимайте это Если вам надо сказать Что вот Пойди туда Купишь там То-то и то-то То идеальный вариант Сказать вот так Вот Едем дальше А у нас будет Достаточно времени Магазин Это ведь открыто С девяти до шести Да Обратите внимание Что здесь уже Второй раз Переспросы Она спрашивает С question Тегами С переспросами Это очень удобно Это очень разнообразит Мою речь Можно конечно Говорить Не так ли Но Сами понимаете Не так ли Будет очень Как-то так Неестественно Что ли А вот Наше Да Ведь правда Вот То что надо Итак Что у нас здесь Ну в принципе Очень хорошее выражение Вот это Will we have enough time А времени у нас Хватит на все это Вот так это можно переводить То есть можно и говорить Дословно У нас будет Достаточно времени Ну вот Но можно сказать Что хватит ли времени И далее Магазины открыты Ну здесь в принципе Все ясно That's right But it's Friday Today Shops are open Until 8pm On Fridays And there are sales Every January And July So Да Правильно Но сегодня пятница Магазины открыты До 8 вечеров По пятницам А сейчас еще и распродажи Каждый январь И июль Поэтому Так Что мы имеем здесь Ну that's right В принципе ясно Это так Так Дальше все в принципе ясно Sale Распродажа Обратите внимание По пятницам On Fridays These sales are on now That's great I can find some bargains А что Сейчас распродажи Отлично Я могу Выгодно что-то купить Так Что у нас здесь Здесь кладезь интересных фраз Во-первых Вот это классная фраза The sales are on now Кстати Обратите внимание Что здесь стоит знак вопроса Но порядок слов Повествовательный На что О чем это говорит Это говорит о том Что это разговорный стиль Во-первых И во-вторых Она переполнена эмоциями Когда я хочу показать Что эмоции Хлещут через край Я могу игнорировать Некоторую грамматику Это будет выглядеть Вполне естественно Итак Sales are on Запомните себе эту фразу Действуют Или Ну как сказать Не то чтобы действуют Но происходят Что ли Имеют место быть Происходят распродажи Вот это немножко Как-то так Официально Но какая разница Все равно Суть именно такая Так Ну great Универсальное слово Классно Замечательно Прекрасно Чудесно В общем Как хотите Понимаете И далее Еще одна хорошая фраза I can find some bargains Значит Если дословно Я могу найти Некоторые выгодные покупки Ну Это дословно Не дословно Могу купить что-нибудь Выгодно Find Some bargains Купить что-то выгодно Или купить что-то дешево Потому что Bargains считается Что это дешевая покупка Хорошей вещи Какой-то Of course you can Didn't I tell you Brussels really is the best place for shoppers Ну конечно можешь А что я тебе не говорила Брюссель действительно Наилучшее место для шоперов Так Что у нас здесь Здесь у нас опять появляется Интересная штука Это вопрос с отрицанием Разве я тебе не говорила Ну и The best place for shoppers Классика жанра Наилучшее место для Шоперов Или для людей Которые приезжают на шопинг Вот такой вот диалог Маленький Ничего особенного В нем нет Но Дело в том Что Если придется Ну Рассказывать кому-то Допустим В своем городе Или о шопинге В своем городе Не просто о достопримечательностях Каких-то Не всем нравится Ходить по музеям Некоторые люди Любят магазины Поэтому Если говорить о магазинах То словарный запас Здесь идеальный Здесь очень много Хороших полезных слов Очень много Хороших фраз Поэтому здесь Стоит это все Запомнить И пользоваться Когда придется Говорить В какой-то Подобной ситуации Скриншот По ссылке В описании Видео Спасибо за внимание Подписывайтесь На мой канал Спасибо за субтитры Алексею